Да, ожидаемого Махача не было. Тан Сан за пару минут разобрался со всем отрядом воинов. А напоследок и наказал главного злодея, епископа духовного храма. И видимо слабые были противники, так что Сану не составило труда в одиночку победить. Хотя в новелле было чуток по-другому. Также был полностью уничтожен филиал духовного храма. Это впервые команда настолько открыто действует против духовного храма. Все сокровища, якобы купленные епископом Майлсом, достались клану Тан, в том числе уникальная броня, сделанная Лоугау. Конечно, она больше подходит для мастеров поддержки и тех, кто не может себя защитить. А тем временем, новый клан Тан был построен. На самом деле, новые здания выглядят великолепно. Кому-то может показаться, что как-то слишком быстро был завершен такой сложный и роскошный дворец. Однако, согласно первоисточнику, путешествие в металлический город заняло не один месяц. Поэтому у старейшины Нюгаа было достаточно времени. Клан Тан построен для содержания полутора тысяч человек, но с ростом количества будем его расширять. Тан Сан, как дальновидный и мудрый глава, дал всем старейшинам задания и указания насчет управления клана. И раскрыл некоторые личные подробности. Я думаю, с поддержкой таких союзников, у клана Тан многообещающее будущее. Обстановка в столице стала всё более напряжённой, так как прибыло больше тысячи мастеров духовного храма. Это говорит о том, что в ближайшее время намечается что-то важное. И с юным принцем Небесной Империи не всё так просто. Тан Сан. Приказываю приступить к исполнению нашего плана раньше срока. Вы только посмотрите, что было показано в анонсе. Явно произойдёт серьёзная стычка между силами духовного храма и Тан Саном. Мальчик, ты должен пойти со мной во дворец. Если не получится, то Империя изменится навсегда. Не сопротивляйтесь! Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях ваши предположения насчёт следующей серии. Что же случится с героями? До скорой встречи!